МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Итоги дня в Кирове подводит информационный канал с вами Сергей Игнатьев. О главных событиях этой среды 23 сентября расскажем и покажем. Тишина на проводе. Прокуратуру засыпали жалобами на работу диспетчерских служб. Коммунальщиков заставят взять трубки. Зам себя подвел. Бывшего вице-губернатора области Андрея Притко снова отправили в СИЗО на два месяца. Опять двойка родителей учеников прошли совсем небезопасными маршрутами к школе. К мэрии теперь есть вопросы. Круто ты попал на ТВ. Самый рейтинговый телепроект. Место происшествия ищет нового телеведущего. Может быть, это ваш шанс? И великолепная пятерка. Любвеобильные щенки ищут теплый дом и заботливых хозяев. В рубрике «Пристроим вместе». Абонент, не абонент. Кировчане засыпают прокуратуру жалобами на работу диспетчерских служб. Чаще всего не берут трубку или не реагируют на обращение коммунальной организации. Диспетчерская КТК тоже в списке самых «коммуникабельных» специалистов. В ведомстве организовали проверку. В первую очередь сотрудники прокуратуры будут проверять работу диспетчерских энергетиков и управляющих компаний. Как отмечают стражи закона, с началом отопительного сезона кляус на работу коммунальных операторов больше всего. Впрочем, ничего нового. В городе по-прежнему сотни домов без горячей воды. В Кировской теплоснабжающей компании связывают затянувшиеся сроки с дефектами на трубах. Их сейчас в городе 75. Когда ремонты завершат, вообще неизвестно. В прокуратуре кировчан просят не молчать и чаще жаловаться. Сочувствуют горожанам, живущим без кипятка в кранах, даже в мэрии. Там советуют требовать с тепловиков перерасчета обращаться в суд. И там же добиваться штрафа с поставщика услуг за долгое отсутствие ресурса. Что касается начала отопительного сезона, то пока срывов в графике нет. В 1113 домах тепло появилось. Полностью подключить город должны к 1 октября. Зам себя подвел и опять угодил в СИЗО. Бывшего вице-губернатора области Андрея Плитко снова отправили в изолятор. Теперь уже на два месяца. Ранее мы сообщили, что 16 сентября Ленинский районный суд сменил экс-чиновнику. Меру пресечения вместо изолятора отправил под домашний арест. Буквально на следующий день уже другой суд, Первомайский, решил отправить Плитко обратно. Следственный изолятор. Об этом стало известно сегодня. В СИЗО бывший замгубернатора проведет еще два месяца. По нашим данным, Плитко отправили туда в связи с новыми эпизодами получения взяток, в которых его подозревают. Следственный комитет пока никаких комментариев по этому уголовному делу не дает. Расследование продолжается. Напомним, Андрей Плитко был задержан в апреле за получение взятки в 3 миллиона рублей от экс-министра лесного хозяйства региона. По версии правоохранителей, бывший замглавы области использовал свои служебные полномочия и организовал преступную группировку. Ее участники получали взятки от бизнесменов за заключение договора в купле-продаже древесины с учреждением Киров Гослесхоз. В деле фигурирует 20 фактов взяток на общую сумму свыше 13 миллионов рублей. А руки чешутся, брать взяток в области стали больше. Также в городе все-таки появятся новые фонари на самых темных участках, и бабье лето все-таки будет. Что еще сегодня обсуждают в городе, расскажем далее. Наш эфир продолжит рубрика «Короткой строкой». Кировская область В Кировской области стало на 30% больше, об этом сообщают в областной прокуратуре. За 8 месяцев этого года зарегистрировано почти 250 таких случаев. В прошлом году было 185. Рост связывает с повышением активности МВД. В целом, в текущем году по материалам прокурорских проверок возбуждено 39 уголовных дел. Кировсвет завершает обследование уличной дорожной сети на предмет освещения возле пешеходных переходов и остановок. Инспектирует участки, которые были отремонтированы по программе «Безопасные и качественные дороги». Уже известно, что работы по освещению будут проводиться на 45 улицах, в том числе производственной Держинского, Солнечной, Риму-Юровской проспекте строителей. Планируется остановить 108 светильников на пешеходных переходах и у 14 остановок общественного транспорта. Синоптики в ближайшие дни обещают кировчанам так называемое «бабье лето». На европейской территории России сформируется антициклон. Температура воздуха днем составит плюс 18 градусов. По некоторым прогнозам, теплая погода в регионе продержится до начала октября. Информационный канал «Город» держит руку на пульсе событий региона. Мы продолжаем выпуск. Стой, он идет. Сегодня родители кировских учеников прошли безопасными маршрутами. Так, по крайней мере, считали в мэрии, когда рапортовали о готовности школ к 1 сентября. Теперь к чиновникам есть вопросы. И немало активистов Пщероссийского народного фронта подвели итоги всероссийской акции «Дорога в школу». Проверяли в основном подходы к школам, на которых больше всего жалоб от родителей. К примеру, школьники 53-й школы на улице Шинников вынуждены практически выглядывать из-за угла дома каждый раз, когда хотят перейти дорогу. На сложном перекрестке здесь ни знаков, ни разметки, ни искусственных неровностей. По этому опасному пути идут почти все учащиеся. У самих школ есть в какой-то точке все оборудовано, все хорошо, но дети-то ходят не только через это место. И получается, что вот в данный момент у 53-й школы мы находимся, здесь перекресток, в него стекается 5 дорог. Пешеходный переход, до которого детям еще нужно безопасно добраться, вечером погружается во тьму. Освещения явно недостаточно, считают родители детей активисты. С ними согласились сегодня и сотрудники ГИБДД, которые тоже участвовали в рейде. Без разметки и дорожных знаков такой маршрут опасен для школьников. Чиновники из администрации готовы решить проблему, но только в следующем году. Между тем, это не единственная школа, где от клаксона до трагедии один детский шаг. В ГИБДД и мэрии активисты ОНФ передали замечания еще по нескольким опасным пешеходным зонам. Кто на новенького, впервые в истории первого городского, самый рейтинговый телепроект «Место происшествия» объявляет кастинг ведущего. Он состоится уже меньше, чем через месяц. Принять участие может любой кировчанин. Никаких особых условий для претендентов на место ведущего проекта «Место происшествия» нет, кроме возраста. Участники должны быть старше 18 лет. Это первый за 12 лет существования программы «Открытый кастинг» на роль ведущего. К нему лучше подготовиться, произвести первое впечатление, второй раз у вас уже не получится. А встреча может быть вашим реальным шансом для вашего карьерного и творческого роста. Может быть, кто-то действительно себя видит в роли ведущего «Место происшествия». Того человека, который будет рассказывать людям криминальные новости, будет рассказывать о человеческих трагедиях, либо о каких-то происшествиях и о пьяных водителях. Пол, не имея значения, ведущим или ведущей, может стать либо девушка, либо молодой человек. Поэтому мы ждем всех желающих и надеемся, что такие люди в нашем городе есть. Если вы давний поклонник самого рейтингового проекта нашего канала и мечтаете попасть на телеэкраны и соцсети популярного канала «Это шанс» – лучше не упускать. Кастинг состоится 18 октября в торговом центре «Время простора» на улице Щерса. Начало в 11 часов. Переверните мир на весь эфир. Как далеко должно быть животное, прежде чем вы поможете? Есть питомцы прямо здесь, в нашем родном городе, которым нужен дом. Сегодня герои рубрики «Пристроим вместе» – великолепная пятерка, полуторамесячные щенки. Они подарят вам много тепла и нежности. Эти четвероногие малыши будут вас любить, кем бы вы ни были. Приютите хотя бы одного. Ольга Бакина продолжит. В этот не самый погожий осенний денек наша съемочная группа приехала в очень теплое место. И я говорю сейчас не о температуре воздуха. Вы знаете, я уверена, что неважно, включили ли у вас отопление в квартире, после знакомства с нашими сегодняшними героями у вас на душе точно станет чуточку теплей. Расскажи нам, пожалуйста, про наших сегодняшних героев. Что ты знаешь? Пять щенков ищут маму и папу. Они очень энергичные, ласковые. Известен ли их возраст? Им полтора месяца. Два мальчика и три девочки кушают самостоятельно. Мы ищем им только ответственные и заботливые руки для малышей. Полутора месячные малыши очень нуждаются в крыше над головой. И мы призываем вас обратить внимание на этих чудесных крох. Они заслужили ласковые руки. Щенки родились на улице. Но сейчас, когда холода все ближе, очень ищут именно теплый дом. Мама помесь немецкой овчарки, а личность папы, к сожалению, установить не удалось. Но по предположениям волонтеров, щенки вырастут выше колена. Они отлично подойдут как на охрану, так и в квартиру. Лохматые мокрые носики только начинают свой путь и верят, что у них все сложится наилучшим образом рядом именно с их человеком. Если вы хотите забрать щенят себе, то звоните по номеру телефона 8-912-829-2848. Оля Бакина, Дмитрий Бритвин, информационный канал «Город». Слова на кончиках пальцев сегодня в мире отмечается День жестовых языков. Всего существует около двух тысяч жестов, которыми пользуются глухие и слабослышащие люди. Например, вот так выглядит фраза «Я тебя люблю». А также «Я счастлив» примерно вот так. Какими еще событиями запомнился этот день кировчанам, узнаем из нашего традиционного опроса слова Антона Данченко. Самая лучшая ваша новость за сегодня? Новость, которой все будут завидовать. Ну, проснулся рано в утро. Все обзавидовались уже. Меня на работу взяли. Это на самом деле круто, кулачок. Ну, пока там все отрабатывают документы и сказали, что ждать. Ждать. То есть пока еще можно немножечко поваляться чуть-чуть? Да, немножко, да. А потом? Ух, в бой. Шашку на голову. Встреча с вами – вот что самое веселое в сегодняшнем дне. Вау! Ну-ка. Я только проснулась и обаздываю на работу, поэтому. Так себе новость. Или что проснулась, в принципе, хорошая новость. Ну, да. Дали воду. Отличная новость. Теперь можно мыться не в тазу. Как ты отметил это событие? Ну, да. Кружечка чая. Купила подарок племяннице. Вот. День рождения. Вот. Который будет в ноябре месяце. Сегодня прошел прекрасный урок литературы с моим любимым заучем. Она крутая, да. Светлана Аркадьевна. За плечи. Проходила. Классно. Ставили. Теперь есть чем жевать. Да. Я проснулся. Обычно такого не происходит. Раз через раз просыпаешься? Ну, пока что каждый раз. Погода плохая. Ничего хорошего, все как обычно. Вроде бы не праздник, не день рождения. Что должно быть позитивно случиться? Ничего. Ничего. Такой вот день. На то вы напали. Скажем так. Пришло время прощаться. Таким увидели эту среду. 23 сентября. Редакция информационного канала «Город». Свои новости вы можете сообщать по телефону 47 3302. Также рассказывайте о них в нашей группе ВКонтакте. Новости Кирова. И не забывайте подписываться на нас в соцсетях. С вами был Сергей Игнатьев. Всего доброго. И увидимся в городе. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин